Я хочу, чтобы мы взглянули немножко на некоторые аспекты нашей жизни через видение наших недельных глав. Приходят Маширабейну и Аарон к фараону и провозглашают ему, шлах это миво я в дуне, отпусти мой народ, и они послужат мне. У этого провозглашения есть два аспекта. Один аспект, что касается фараона, есть еще один аспект, что касается нашего народа. Хочу это объяснить. Говорят наши мудрецы, что у нашего народа не было заслуг оправдывающих выход из Египта. Я был заслуг. И меня здесь говорили, что как бы приехать из Египта всевышний даровал нам спасение в рассрочку. Ниса называется в пророках Ходыш Ашер Бойшуэс Макипуэс. Буквально-буквально. Ниса – это место, где нас спасение окружает. Но Макипуэс также означает слово Акафа – это рассрочка. Нас всевышний вывел из Египта в рассрочку. То есть нам нечего оплатить за надвыход. Мы надвыход заслужили тем, что в итоге, выйдя из Египта, приняли себя то. И есть в нашей жизни некоторые, так сказать, разные. У каждого человека своя судьба, свой путь, когда Всевышний ведет и в этом мире. Но с груди вещь, которая сегодня, как правило, в больших случаях она истинна. Которая почти всех людей. Человек получает благо Всевышнего, скажем так, не по заслугам. То есть он получает благо немедленно от этого своих заслуг. И в этом есть беда. Какая беда? Нет беды у Всевышнего, есть беда у нас. Человек может привыкнуть, что благо получает не по заслугам. Не надо как-то его служить. А когда его вдруг не дают, вдруг не дают, то как это так? Мне полагается, мне обязаны. И сегодня моя супруга рассказала такой интересный эпизод. Один еще хороший человек у нас в работе, который несколько часов в день бесплатно, безвозмездно помогает людям в очень многих вещах. И утром, приемные часы утром, всяким делам. Там, кстати, была сегодня моя жена у него по каким-то делам. Там пришел какой-то человек, который очень настырно требовал каких-то вещей. Он так ему деликатно намекнул, этот вот человек, который безвозмездно помогал ему. Я еще не твой работник. Я еще не твой работник. Я не у тебя на службе. Ты можешь командовать. Мы часто привыкаем, что все, что нам дают, нам полагается. Тот, кто дает, он у нас на службе. Это, скажем так, искаженное видение. И нам надо научиться в жизни стать самим на ноги. То есть, чтобы мы получали благо не как хлеб в стыдах дают, а как то, что нам полагается. И в этом мире и в грядущем. Я вам скажу, эта система развития отношений между человеком и дворцом, она очень такая общая. Прошло более двадцати поколений. От Адама до плащения Торы. Эти поколения называются поколения, которые Всевышний кормил. Пехесед, своим благодеянием. У них не было этого заслуг. Но в итоге, пока это было так, то весь мир был, его существование было непрочным. Он был неустоявшимся. Почему? У него не было своих заслуг. Когда наш народ принял Тору, то это был замысел Творца. Чтобы стали на ноги. Касается каждого человека. В детстве он все получает. Всевышний уже стоил родителей давать с большой душой своим детям, обеспечивать его. Что ребенок привыкает, что его кормят, обслуживают. Но, скажем так, это не замысел не в этом. В итоге это не в этом. Юноша и девушка стали на собственном ноге. Касается и также всех нас в смысле духовном. Нам Всевышний очень много даровал и дарует постоянно. Но он от нас ожидает, чтобы мы приняли на себя бремя в заповеди ценно и полно. Чтобы действительно то, что мы получали до этого, как недослуженное благо, чтобы мы это в итоге заслужили. Это один очень принципиальный вопрос. Народ Израиля, принципиальный аспект. Наш народ, выходя из Египта, он не был достоин выхода этого. И тем более не был достоин получения Торы. Но самим получением Торы, готовность принять и исполнить ее, он удостоился этого. По суду, а не просто по... А не как постыдный хлеб. Это один принципиальный аспект наших глав. Это принципиальный аспект нашего подхода к жизни. Мы когда-то опечатали в Братецхак. Замечательную статью в ряду Деслера. Называется в регионе «Нотен венотель». Люди, которые дают, и люди, которые берут. И человек, который рождается, он весь «Нотель», он весь получает. Ничего не дает. Ничего не дает. Он должен превратить себя из того, что он «Нотель», в то, что он дает. И это истинная достоинство человека. И то, кто по-настоящему дает, он называется на языке Талмуда «Мелех», «Царь». И этим он уподобляется Творцу. И здесь два аспекта. Наверное, на двух аспектах пишет автор книги Томар Двойру, когда-то, когда человек дает Всевышнему, что еще дает Всевышнему? Всевышнему нельзя ничего дать. Он все совершенствует. Однако Всевышний пожелал, чтобы мы исполнили Его волю. То есть, исполняя Его волю, мы как бы несем Всевышний, то, что называется на святом языке «Нахатруах». Какое удовлетворение, что то, что Всевышний нам заповедовал, мы это делаем. То есть, мы можем быть в каком-то смысле дающими даже в отношении Всевышнего. Но это начинается с того, что человек должен привыкнуть быть дающими отношениями людей. Что тут можно объяснить? Есть в Пирке вот такие понятия «Лев Товен», «Доброе сердце», «Лев Ра», «Злое сердце», «Недоброе», «Недоброе». Есть понятие «Айн Това» – «Хороший глаз». Есть понятие «Айн Радур» – «Мой глаз». Немножко объясню эти понятия. В двух словах. Когда человек живет в мире, он идет по миру, видит окружающий мир. Вопрос, что он видит. Он видит, что можно взять в себе. И видит в мире, что я могу еще другим дать. Когда он видит, что можно взять в себе, это тоже называется «Айн Ра». Он видит, если что-то видит, что-то хорошее, то это просто другого ошибки. Это должно быть у меня. И его не радует, понятно, добро другого. Он радует только добро у себя. Человек идет в мире и видит, где он может помочь, где он может сделать что-то хорошее. Те же можно человеку сделать приятно. Приятно. Он видит мир как объект своего добродеяния. Это и есть «Айн Това». Добрый глаз. Есть также понятие такое «царутаин». «Айн Сара». Человек не хочет давать другому. То, что у него есть, он хочет закрыть на самом себе. Как мы уже говорили, у ребенка, когда рождается, он в своей природе тот-то берет, а не дает. Скажем, в двух словах. Человек может остаться в пеленках до 100-100 лет. Привыкнет все, что можно только брать. В итоге у него нет ничего своего. Ничего. Он ходит из этого мира пустым, нищим. Кем пришел, так кем ушел, только еще хуже. А есть, когда человек в этом мире, он взрослеет. Он понимает, что то, что он получает, потому что он вырос и удостоверился сам. И видя, как Всевышний и его родители дают ему, он думает о том, что как он отдаст то, что ему дано, он тоже научится давать другим. Нет, это не означает, что ему нужно благодарить тех, кто ему дал. Особая тема. Но он научится от родителей, отец помогал ему, научится у Всевышнего нести добро другим. В этом смысле величайшим учеником Всевышнего был Рамовин. Он принес в мир добро Всевышнего. Есть еще принципиальные аспекты, которые надо вдуматься в наших главах. Есть тема. Тема, в чем был корень, в чем была сила, в чем был тот стержень нашего народа. Посмотрим выйти из Египта. Хотя, да, мы уже говорили, что выбор нам дарова. Но все-таки там было что-то, что нам Всевышний видал что-то, что нам можно дать что-то авансом. Я хочу сказать одну вещь, ни разу только говорил, было одно качество Иосифа, который проложил дорогу нашему народу в Египте, чтобы не утонули в этом болоте грязи. И с этого началось также освобождение. Это понятие Ирад Шамай, богобоязненность. Когда во время переговоров между Иосифовым и его братьями в отношении Египта приводить или не приводить, ответить ли у него Иосифа или нет, сказал Иосифу про себя. Они еще не знают, что Иосиф. Этой руки мы не эры. Бога я боюсь. Есть огромная сила, которая называется богобоязненность. Когда человек по-настоящему боится Всевышнего, есть еще такое интересное выражение. Он сказал один из великих ребер, что на Польшу или на Украине, не важно. Он сказал такую очень странную фразу. Я хочу, чтобы мы их осидны бояем Всевышнего, как боятся волков. Ну, мы еще с детства знаем, что в Восточной Европе был такой страх перед волками. То есть это, помню, когда я был еще маленький, мне было известно, что за каждого убитого волка в оплачении вознаграждения. Был бич скота и так далее. Волков боялись. Всевышний – это не волк. Вещь, конечно, не то, что Всевышний, не дай Бог, не сравняться с волками. Но чтобы был естественный страх. Естественный страх. Я объясню, в чем разница между… Когда у человека есть истинный страх, страх перед Всевышним. Когда человек боится, он получает силы спасти себя от того, кого он боится. Он живет иначе. Кому что-то угрожает, он бежит из чего-то, он перепрыгивает через препятствия, которые в обычной ситуации не перепрыгнет. Вообще, это совершенно другие силы. Есть у нас две движущие силы – это страх и любовь. Вот любовь – это очень хорошая вещь. Но она бывает более сильная, более слабая, она ослабевает иногда, менее явно. Когда есть только любовь, то… Я бы сказал так, это отношение Всевышний, именно по любви, в чем это важно, это важнее всего. Но не всегда это работает. Это его ослабевает. Человек ослабевает, то что делать? А когда есть истинный трепет или страх перед Варцом, то даже когда хочешь или не хочешь, хорошее настроение или плохое настроение, есть влечение делать заповеди или нет влечения, но мы не отходим от исполнения заповедей. Для меня это одно из объяснений, сказанное в начале Хумыша. Всевышний замыслил построить мир, создать мир по вере суда. Понятно, что есть более глубокое объяснение, что Всевышний хотел, чтобы мы благословились по суду, а не получали постыдный хлеб. Есть еще более простое объяснение. Это другого не исключает, а наоборот. Это то, что если у нас есть страх перед судом, страх перед судом, то мы живем иначе, чем такого страха нет. Это пишут наши мудрецы, когда человеку угрожает в этом мире суд, которые могут его помиловать, а могут снести голову, а могут посадить на 20 лет и так далее, и так далее. Человек будет ночью не спать и сказать, как спастись, как себя оправдать и спастись. И нам надо этот страх перейти на страх перед Всевышним. То, что сказал Беханом Бензакой с учеником, сказал, что пусть будет для вас боязнь Творца, как боязнь людей. Боязнь людей. И надо понять, что именно эта сила, она по началу нашего освобождения из Египта. Великий император, фараон, вели двум еврейским акушеркам убивать младенца русского пола. Что можно противопоставить? Ну, это был Сталин тех времен, только еще страшнее, чем Сталин, потому что властвовал над всем миром. Две женщины, женщины, как известно, они более податливые, чем мужчины. Более податливые. Есть также утверждение, что могу поделать. Кто-то неслушный царя, появляется смертная казнь, как известно. Вечно новая. Что противопоставили наши праведные женщины? Что помешало им исполнить волю царствующего фараона? Об этом Тора свидетельствует. В них была богобоязненность. Они боялись Бога. Я для себя всегда это говорю, что это была точка начала освобождения из Египта. Когда наши праведные женщины, это были Шифрова Пуа, как это приводится в Талмуде, в Сахасове. Дальше это приводит. Они подчинили себя царству Всевышнего и тем самым сняли с себя игорь и бремя царства фараона. Это было начало освобождения. То есть мы живем в мире, который полон всевозможных страхов, страхов, зависимостей. И есть одна вещь, которую мы можем в это платье поставить. Но это боязнь Творца. Боязнь Творца. То есть эта сила боязни Творца – это то, что… с той силой, которой прожил Иосиф в Египте, это та сила, которая поколебала все бремя царства фараона в нашем городе. Я хочу эту тему немножко разбить. Мы печатали это этой осенью, застали заново напечатать в новой редакции и Гэрит Муссар и Беслоис Асрантер. Эта книга требует глубокого изучения, но хотя бы прочесть, если не в оригинале, то хотя бы в переводе. Мы хорошо поработали этим переводом, откровенно. Была нелегкая работа. Он-то пишет очень интересную вещь. Стоит задуматься об этом. На чем основано все… Какое общее правило, если входит в счастливости нашего служения? Что реально есть в каждом религиозном еврее? С чего начинается все его служение Творцу? Он говорит так… Сознание, что есть Бог, не просто Бог, Бог – судья. Есть такое русское уважение, он говорит – ты веришь в Бог, он верит в Бог, а не верит в Бог? Ну, то, что есть Всевышний, это очевидно. Тут не просто вера или знание, что мир есть Творец. Надо быть очень скребленным, что это не понимать. То есть просто знание, что есть Творец или нет, это еще не та вера, о которой мы говорим вообще. То, что пишет Иисус Саантер, вера, что есть Элуким – Бог, который судит, шофет. Он судит. Судит и правит. То есть за наши поступки с нас взыскивается, мы получаем наказание, а с добрые дела получаем большое вознаграждение. И эта вера, это вера, это знание, об этом пишется «Видишь, чтобы Иисус Саантер сказали наши мудрецы, Масекет Макот в конце, чтобы Хавакук установил всю Тору, всей заповеди, на одной основе «Цардык бомоноса ихе» «Праведник верой свою будет жить». Это очень емкая фраза. У меня есть много объяснений, у меня самого есть, потому что я могу это много говорить, что это означает. Но то, что нам сейчас тут нам добавил в этом весовой Саантер, это… что такое молото? Это вера, что есть Судья, Бог – Судья, а не просто так. Что значит, почему это называется «Цардык бомоноса ихе»? Очень просто. Как сказано в тридцатой главе Тилем, Хаим Барацойна, жизнь – его воля. Когда человек боится Творца, он не отходит от его воли. Он его не нарушает. Он не отсекает себя от жизни, а наоборот, он стремится прилипеться к жизни. Он боится не оторваться от Всевышнего. И эти уроки, эти уроки, уроки того, боязни Творца, наш народ получил эти уроки при выходе из Египта. «В чем?» Во всех египетских казнях. На что он увидел, чем чревато непослушание Творца. Есть большое правило, что человек учится на своих ошибках. Это международное выражение. Оно сказано еще в Талмуде, на нашем языке, что человек не постигает последующие слова Творца, если сам в них не ошибается. А так есть еще один подход. Позже, не чисто еврейский, но умный человек должен научиться еще на ошибках других. Нам надо научиться на бедствиях на бедствиях, которые постигли Египет. И более того, на бедствиях, которые постигали сегодня другие народы, нам надо учиться знанию о мощи и ярости, не дай Бог, не праздну сказано, божественному наказанию. Об этом не раз писали наши мудрецы. Повисходят какие-то катаклизмы в мире. Сейчас был цунами в Индонезии. Это урок для нас. Человек думает про себя, что я вот в своей квартире где-то закупорился, есть отопление, есть тепло и так далее, как-то есть. в самом деле, все в порядке, прочность стоит на ногах. Ты должен знать, что он стоит на ногах, постольку-постольку все вышли на эту жизнь. Постольку-постольку. И поэтому он должен прилипеться к той заповеди, потому что это его истинное источнение жизни. Он должен видеть, что когда в мире происходят всевозможные катаклизмы, то это для него, это должен быть уроком страха перед Творцом и страха нарушить его волю. Мы уже говорили сегодня о том, что Всевышний нам даровал освобождение из Египта, чтобы мы получили Тору на горе Синай. Есть такая очень принципиальная вещь. В стихе Тора, который предшествует самим десяти речениям Асэра Тадиброд, там сказано в Торе Вайдабэра Локим. Раш объясняет на месте, что такое Локим. Локим это имя соответствующего божественного мере суда. Пишет Рашик, что все десять заповедей это заповеди, которые нам даны, если мы их исполняем, не исполняем, мы тяжко наказываемся. То есть, перед, как бы, предисловием, преддверием десяти заповедей было то, что открылся Всевышний нашему роду, как Судья. Как Судья. Я хочу сейчас это объяснить в рамках слов Эбисо Салантера. На Горесе Най, на Горесе Най, нам дана Тора, это было также раскрытием нашей, Наши, Наши, Навсевышний раскрыл нам основы нашей веры. Вообще, Пишет Малышев первый предисловий в своей книге «Живи верой», что все тринадцать основ веры, они все раскрылись нам при выходе из Египта. Так вот, раскрывшись перед нами Нагаре Синай, когда Всевышний давал нам 10-10 лечений. Первые два мы получили из уст в наши духовные уши. Всевышний раскрылся перед нами как судья. Как судья. И это было раскрытие веры. Я тоже пишу, что основа всей нашей веры это знание, что Всевышний есть Творец, который является судьей. Я вам скажу, мы с ним рассудились в таких двух нескольких разных вещей. Немножко упорядочить эти вещи. Говорили о том, что человек должен жить по суду, жить действительно с благопоязненностью. Говорили о том, что человек должен жить по суду другим. Айнтова, добрым глазом, лептовым, добрым сердцем, ждать добра. Эти вещи, они очень связаны с друг с другом. Об этом пишет Игро, что человек должен относиться к себе по суду, а к другим по добру. Мы обычно встроены точно сюда наоборот. Мы все по добру, а к другим по суду. Тут не надо объяснения, все это прекрасно понимают. и надо научиться жить иначе. Когда... он не жалеет себя слишком и не оправдывает себя слишком, хоть хотя бы как-то себя отчитывает, как же себя взыскивает, это его освобождает от суда в мире грядущем. Когда человек судит себя, не жалея, не оправдывая, тут об этом нет, не только заповеди в оценке, что это имитеха. Это называется имитеха. То есть надо других думать, судить их по-хорошему. А себя мы знаем, надо себя судить в худшую сторону. Ну, конечно, я говорю сейчас, не ситуация, когда человек находится на границе клинической депрессии. Надо, наоборот, себя постоянно подбадривать. А то, что касается других, наоборот, оправдывать, дать им добро. И это великий залог и получения ТОРы, и того, что мы, действительно, проще встали на ногах, это то, что мы судим себя сами в этом мире, это снимает с нас суть Творца. А то, что мы несем добро другим, это открывает ворота благосостояния в этом мире, в мире будущем. Учалось ворота благосостояния. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...